шаббат шалом дорогие друзья с вами равен каплан и недельная глава шмот йосиф был уже в египте как ему удалось устоять перед всеми искушениями египетского двора как ему удалось остаться родоначальником нашей веры в одиночестве среди язычников наши мудрецы объясняют нам силу такой решимости они сравнивают ее застежкой жемчужного ожерелья хотя застежка по стоимости и несравнимо с жемчугом мы не можем без нее обойтись и и цена естественным образом возрастает если бусины не натянуты плотно рядом с друг другом и не удерживается вместе нитью и застежкой все разваливается на части то же самое относится и к самым важным чертам нашего характера какими бы талантливыми мы с вами не были если мы не составим для себя четкую схему нашей жизни мы становимся игрушками в руках окружающих нас людей и обстоятельств если мы не будем иметь ясного представления о том что является нашей целью и не будем решительно настроены на достижение вознейших религиозных целей то внешнее давление приведет нас в заблуждение и мы сойдем не дай бог с правильного пути это можно сравнить с исходом из египта относительно короткое время пребывания в изгнании составляющие 210 лет было причиной огромного духовного ущерба только один из пяти евреев вышел представьте себе 80 процентов нашего народа осталось в египте на земле своих угнетателей 8 из 10 сыновей израиля исчезли из истории еврейского народа и были оставлены полностью ассимилированными и только тогда дорогие друзья когда мы четко знаем на какие ценности мы ориентируемся за что мы стоим и к чему мы стремимся мы сможем сохранить нашу личность и наш народ шаббат шалом браха бацлаха будьте здоровы ваш раввин каплан